На приусадебных и дачных участках сейчас обилие цветов и всевозможных плодовых деревьев и кустарников. И кажется, что всем известно, как ухаживать за ними. Но очень часто знакомые растения таят в себе столько сюрпризов, о которых мы даже не подозреваем. О них в нашей постоянной рубрике «Сад и город». Яркая и обильно цветущая гортензия в последнее время получила большую популярность на белорусских приусадебных участках. Ее сейчас разводят почти всем. Но наш старый знакомый из Дзержинского района садовод Владимир Крылович выращивает разноцветные гортензии. Оттенки самые разнообразные – от нежно-розовых и сиреневых до голубых. Цвет больше зависит от подкормки. То есть, чтобы они ближе к синему цвету цвели, необходимо с весны их подкармливать комплексными удобрениями с преобладанием азота. Чтобы они и цвет набирали, и чтобы они росли. Уже когда они начинают цвести, тогда надо давать фосфор и калий, чтобы эти цветки набирали яркий цвет. Гортензия любит кислую почву. Иногда цветоводы жалуются, что куст вырастает большой, а цветы на нем мелкие. Оказывается, все дело правильной обрезки растения. Главное – заставить эту гортензию цвести. Что для этого надо? Летом, когда она уже начинает цвести, она много побегов пускает. Часть соцветиями, часть без соцветий. Обратите внимание, я даже часть соцветий мелких оборвал, чтобы куст не нагружался сильно. Если у вас гортензия в этом году не цветет, не жалейте ее наполовину выразить эти все побеги. Тогда оставшиеся побеги, они лучше вызрут, заложат бутоны на следующий год и будет обильно цвести. Гортензии можно размножать зелеными черенками. Нужно делать это летом или же осенью. Главное – правильно подготовить черенки. Хочу показать, как это делать. Вот у меня была веточка. Здесь листочки были. И вот следующие листочки здесь. Значит, нижние листочки я удаляю. Расстояние еще оставляю где-то полсантиметра от того места, где были листья. А верхние листья я обрезаю наполовину. Тогда они лучше укореняются. И где-то через месяц уже будет целая пышная гроздь белых корешков. На участке садовода Владимира Крыловича чего только нет. Пока груши только наливаются спелостью, созрел урожай малины. Здесь разные сорта, которые созревают друг за другом. Впрочем, на этом участке есть и необычные для нас культуры. Ну вот, например, японское растение гуми. Это поливитаминное растение, не уступающее по своим полезным свойствам облепихи. Плоды гуми характеризуются исключительно высоким содержанием аминокислот. По вкусу напоминает войлочную вишню. Для многих растение гуми это как бы диковинка. Хотя оно у многих растений, это собак растет. Очень такая кисло-сладкая, ароматная ягода. Очень вкусное получается с этой ягодой варенье. Поэтому рекомендую всем его выращивать. Единственное, если вы захотите выращивать, найдите хорошее место под солнцем, чтобы этот кустик хорошо вызревал летом и зимой не умерзал. Он довольно-таки по морозоустойчивости слабый. Ну а вот это фундук. Говорят, что орехов в этом году в лесу должно быть много. Но обычную лещину специалисты не советуют сажать во дворе. Гораздо больше удовольствия получите от крупных плодов, выращенных на собственном приусадебном участке. Если нам пойти в лес, выкопать обыкновенную лещину, то у нас будет мелкий орех, неурожайный. Но можно его оккультурить. Каким образом? Вы пошли в лес, как я и советую всем своим знакомым, потому что когда они приходят ко мне, увидят эту красоту, говорят, хочу, чтобы у меня росло такое. Но чтобы росло, это надо время. Идите в лес, выкопайте двухлетний, трехлетний куст лещины в лесу, посадите и перепривейте. Перепривейте на один куст, например, привейте сразу и варшавские, красные, и московские рубины, еще какие-то сорта. И они тогда на одном кусте будут расти, хорошо будут опылять друг друга, и будет хороший урожай. Фундук – кладезь белков и витаминах. Каждый дачник мечтает заполучить его на свой участок. Но с саженцами порой проблема, поэтому разводить фундук можно отводками, черенками и орехами непосредственно. Есть сорта, которые дают рекордное количество урожая. Варшавский красный сорт. Краснолистный фундук, очень крупный, урожайный. Он уже со 2-3 года дает урожай. Специалисты говорят, что есть один важный момент в выращивании фундука. Обработка против вредителей. Увы, на этом растении и бывает очень много. Поэтому перед тем, как начинают образовываться плоды, необходимо обязательно провести обработки. Если не обработать ядохимикатом вот эти орехи, в них заводятся живности, и потом эти все поточенные остаются орехи и непригодные для употребления. Фундук – экономически выгодная культура. Специалисты говорят, что с одного гектара при соблюдении правил агротехники можно в среднем собирать 50-60 сантиметров орехов. Так что, возможно, это растение станут выращивать у нас и в промышленном масштабе. Наталья Жаркевич, Анатолий Долотовский. Земельный вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова